Привет! Меня зовут Катя, или Ирина Роа, и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать про графический роман «Американский вампир» книга первая. Действие в этой книге разворачивается на Диком Западе в 1880 году и в 1925. Тут как бы две истории, они взаимосвязаны, и сначала мы читаем про 1925 год, а потом про 1880. И это довольно интересно и необычно, и мы сначала узнаем, что происходит, а потом что же предшествовало этим событиям. И в этой книге мы как раз знакомимся с вампирами, с такими довольно классическими вампирами, то есть они безжалостные, кровожадные, они боятся солнца, и они ночные жители, они бодрствуют ночью. Ну и также в это время появляются другие вампиры нового вида, и естественно классические вампиры, будем так их называть, они недовольны появлением других вампиров, потому что те вампиры и сильнее, и они солнца не боятся, и много еще чего, и поэтому для них это проблема. В общем, это, наверное, все, что вам надо знать про этот графический роман, потому что его нужно действительно, на мой взгляд, читать. Если я вам расскажу подробно все, что тут происходит, то вам просто будет неинтересно. Скотт Снайдер и Стивен Кинг, они писали эти истории, а Рафаэль Либукерке он рисовал и оживлял их. Это мой первый графический роман, до этого я почему-то обходила их стороной, потому что мне казалось странным, что как бы вроде бы и книга, но в ней мало текста и есть картинки. Хотя я люблю книги с картинками, ну в общем, логики тут не ищите, но я почему-то думала, что без описания мне не понравится. Но нет, я ошибалась, мне безумно понравилось рассматривать картинки, иллюстрации в этой книге. Также мне было очень интересно читать эту историю, узнать, что же будет дальше. И спасибо огромное за эту книгу, издательству Аисты, потому что если бы не они, я, наверное, еще долго не стала бы читать графические романы. А теперь я становлюсь такой, наверное, их фанаткой, потому что как только я прочитала эту книгу, а прочитала ее довольно быстро, то я тут же пошла и заказала себе на лабиринте вторую книгу. Ну, собственно говоря, почему нет, мне интересно, что же будет дальше. Правда, я оттягиваю моменты, пока ее еще не начала читать, но я думаю, у меня все впереди. Я просто не знаю, когда выходит третья книга, и вообще выходит ли она. В общем, надо проработать этот момент и прочитать уже вторую книгу, и про нее я вам тоже обязательно расскажу. Также мне безумно понравилось само издание. Конечно, он довольно такой массивный, с собой его не потаскаешь, но в то же время его быстро читаешь, и по этому поводу можно не заморачиваться. Также здесь суперобложка, она, естественно, снимается. И перед нами предстоит вот такой вот суровый и опасный мужчина. Мне безумно нравится и вот эта обложка, и вот эта, и мне очень нравится, что они не повторяются, потому что я не очень люблю, когда суперобложка дублируется на обычной обложке. Ну и также здесь великолепные иллюстрации, вы просто посмотрите. Я просто не знаю, как этим можно не любоваться. А вот эта вот моя любимая, не знаю почему, но она мне больше всех нравится, она меня пугает и завораживает одновременно. В общем, как вы поняли, иллюстрации здесь просто шикарные. Эту книгу безумно приятно держать в руках, и ее просто здорово, интересно листать и рассматривать сами картинки. Все-таки я, видимо, как Алиса в Тране Чудес, люблю книги с картинками. Ну, собственно говоря, почему нет? И, в общем, теперь я являюсь большим фанатом американского вампира, я буду покупать все книги, какие будут выходить, потому что я посмотрела эта книга собрания комиксов, а комиксов там что-то многое. Тут всего 5 или 6 собрано, в другой примерно такое же количество, так что еще хотя бы на одну книгу я рассчитываю. Ну, а на это, наверное, все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Ну и также, если вы тоже любите графические романы, являетесь их фанатами, вообще в них разбираетесь, то посоветуйте мне, пожалуйста, что-нибудь в комментариях, потому что я даже не знаю, за что хвататься, их такое количество оказывается. Вот не знала раньше и проблем не было, а теперь я хочу все и сразу. Ну, а если вы не любите графические романы, то напишите, почему, мне тоже будет это очень интересно почитать. И также я надеюсь, что издательство А.С.Т. издаст третью книжечку как можно скорее, и я смогу ее купить. Так как сегодня 24 число, я снимаю видео во вторник, в идеале оно должно выйти 25, я очень на это надеюсь. А как вы помните, я обещала 25 числа подвести итоги своего конкурса, который я проводила на своем канале. И сейчас я правда не знаю, кто победит, но если сегодня уже 25 число, ну, или 26, 27 и так далее, то пост о том, кто же победил, уже есть в моей группе ВКонтакте. И также имя победителя появится где-нибудь вот здесь. Или где-нибудь, если я смогу вставить. И я от всей души поздравляю этого человека, который мне пока неизвестен. И очень надеюсь, что ему понравится книжка Фрэнсиса Скотта Фиджера «Загадочная история Бенджамина Бадена». И также, конечно же, я уже написала победителю на Ютьюбе, и очень жду его адрес, чтобы отправить ему книжку. Ну, а на этом действительно все. Не забывайте, что всякие интересные ссылочки я оставляю в описании, что меня можно найти, наверное, во всех социальных сетях. Ну, и также помните, что я вас очень-очень сильно люблю, целую, и что мы очень скоро с вами увидимся. В идеале воскресенье, но кто знает. Пока!